Друзья, всем привет! Свой влог хочу начать с готовки, потому что мне хочется испробовать сильно новый блендер, который подарили родители нам с Лёшей на годовщину. Он от Tefal, вот такой. Колба здесь небольшая. Я хочу приготовить тевтели куриные, такой более облегченный вариант. Риса здесь не будет в составе. Хочу у вас поставить наш статив и снять рецепт. Максимально быстро и просто. Так как я делаю облегченный вариант, я беру, конечно же, куриное филе. Для примерно 20 тевтелек нужно взять 2 кусочка куриных филе и порубить их на небольшие брусочки. Можно сразу взять готовый фарш. Так как я буду использовать блендер, я буду измельчать мясо сама. И получилось, кстати, очень здорово. Блендер просто офигенно перемалывает эти все вещи. Потом берем одну большую луковицу, также ее нарезаем и измельчаем блендером или же пропускаем через мясорубку. Смешиваем лук с мясом и добавляем уже сюда одно яйцо, соль, перец, любые специи по вашему вкусу. Можно также добавить чеснок. Я также добавила примерно 2 стволовые ложки манки. Потом следует всю массу перемешать ложкой вручную и оставить на некоторое время для того, чтобы манка немного разбухла. В глубоком сотейнике я делаю что-то вроде зажарки. Я на масле обжарила примерно 4 тертых на крупной терке моркови до мягкости, а после добавила туда соус из томатной пасты, который смешала с водой, с сахаром и солью для того, чтобы немного убрать эту кислоту от томата. Все нужно хорошенько перемешать и протушить. Также можно на этом этапе еще хорошенько посолить весь соус. В это время фарш настоялся, нужно смочить руки в холодной воде, приготовить тарелку с мукой и катать аккуратные шарики, то есть тефтели, обмакивать их в муке и укладывать на досочку. Потом их нужно просто обжарить на отдельной сковородке с двух сторон для того, чтобы они подрумянились. И когда мы это сделаем, можно отправить все тефтели в сотейник с нашим соусом, добавить абсолютно любые специи, травы, снова же соль или перец черный, накрыть крышкой и протушить еще какое-то время. В итоге имеем вот такие красивые тефтели. Я даже попробовала маленький кусочек, одно очень вкусно получилось. Стравы добавляйте любые по вкусу. Я решила не запихивать сюда все просто. Я могла бы сделать больше в два раза тефтели, но я сделала из второй половины фарша котлеты куриные, вон там их выпекаю. Ну, можно заморозить в принципе оставшийся фарш, можно что-то другое придумать. И вообще тогда, если делать на одну порцию тефтелей, лучше брать два кусочка куриных филе. Я немножко не рассчитала. И я еще варю булгур. Короче, я что-то так долго возилась с этими тефтелями сегодня, мне прям не шло сегодня, вот эта готовка не шла. Даже ступни разболели стоять на кухне, ну как-то не знаю. Зато теперь кучу еды наготовила и могу быть спокойна. В общем, друзья, я рассказывала вам в прошлом влоге, что будет интересный вечер, что мы с Кариной и Женей куда-то собираемся. Мы реально собирались, мы собирались на квест, меня пригласили на страшный очень квест в Запорожье. Но мне сегодня позвонил человек оттуда и сказал, что их затопили. Поэтому наша теперь поездка на страшные приключения откладывается до лучших времен. Я сейчас позвоню дедушке. Мне позвонила мама вечером и сказала, что они с Роди и с Папой едут в парк. Продолжили поехать вместе с ним, я согласилась. Что мы сейчас вместе поедем гулять. Бук, читаешь? Зара. Учим бренды. З, А, З, это она на английском. Р, А, Зара. Ты где? Мутник. Давай, давай еще прыскок. Давай. Прыскок, паскок, за косеренький прыскок. Давай, прыг, прыг, скок, 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 скок по скок. Уже прыгать в тапки. Есть. В тапки? Да. Ну, прыгай в тапках. Как им аманеть? Красный велосипед, правильно. Ну, как ты поняла. Красный велосипед. Это мальчик. Вообще-то это девочка. Это мальчик, поехали. Ну, пусть будет мальчик. Прыскок, скок, скок, скок по скок. Рочка, ты так радуешься, да, Зайка? Это тень. Тень, правильно. Это роди-тень. Роди-тень, да. А бабушке, смотри, какая большая тень. Бабушке Дианы здесь большая тень. А у родички какая, большая или маленькая тень? Большая. Большая? Большая? Большой? Ты большой или маленький уродик? Нет, большой. Большой. А где ты поцарапался? Это расскажи бабушке. Ай! Где ты поцарапался? Это BMW. Не BMW, это Ланос. Сейчас придет дедуся Гена и будет говорить бам-вэ. Как ты прикрывляет дедушку? Буэ. 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 Не, блюэ. За рулем? Сейчас нельзя за рулем. Только когда в гараж будем машину ставить. Не, помню. Ну сейчас же знаешь, дяди милиционеры по дороге ехать. А где? А вот сейчас ехать. Ты их видишь? Я не вижу. А я тебя пахана. Хорошая. Пахана. Пахана. Посадили Родю в машинку, заплатили дяде, чтобы она покаталась, Родя испался, слезли с машинки. Он мог бы выключить и сказать, ну просто посидите за 15 минут. Ай, мужик. Ну и в разницу. Мы же хотели просто посидеть. Ну зато у Роди есть мороженое, да, Родя? Да. Да. И она когда маленькая, она все кажется иначе. Зато Родя прошел мимо вот таких вот машинок, показал, хочу, бояться не буду. Сел вперед, папа сел, по 25 гривен с каждого в щух. И поехал. А мама теперь боится. Мам, не зови его, хай катаются. Он такой напряженный. Ну, он рулит. Они так медленно. И что ты переживаешь? Они едут со скоростью улитки, блин. Как страшно, говорит мама. Они вот даже за куста выехать не могут. Ты что? Ага. Ты молодец, Родюшка. Ты молодец. Какой веселый аттракцион, Дроль. Ой, бедненький мой. Давай, рули, рули, зайчик. Молодец. Молодец. Так они гуляли. А мне еще под вечер потом стало сильно плохо. Короче, я уже потом очень сильно хотела домой. Правда, нехорошо себя чувствовала. Я уже убрала цветы, которые мне Леша дарил, потому что они стали сильно сыпаться. И у них просто ужасный аромат. Именно вот у стеблей, стебляков. Вот эти вот все полевые цветы, вот эти нерозы, они все так ужасно воняют. Даже если у меня тем часто воду, все равно с ними что-то ужасное происходит. Не знаю, почему они так все плохо пахнут. Ну, а папы нерозы, на удивление, стоят. И стоят хорошо. Чаще всего тоже, когда мне розы дарят, они свои бутоны опускают и как бы долго меня не радуют. Ну, это приятно. Хорошо, что мы вчера делали с вами день в сториз. Я смотрю, вам понравилось. Очень многие писали, мне вообще очень активно себя все вели, мне прям очень-очень было приятно. Но я хотела с вами сейчас кое-очем поговорить, снова о канале, потому что мне тут кое-что писали. И меня это как-то не то чтобы задело, но все же меня это вот как-то, на меня это как-то повлияло. Тут был вот комментарий. А, не хотите ли вы поменять камеру, улучшится качество и может стоить немного разнообразить контент и будет вам 100 тысяч. У меня тоже нет идеи фикс набрать 100 тысяч. Не думайте, что я просто этим сильно страдаю. Нет, такого нет. Это просто как бы, ну, это очень приятный бонус для видеоблогера. Ну, не в этом суть. Насчет камеры, значит, у нас белая камера, на которой я сейчас все время снимаю, и вот сейчас я снимаю влог, снимает она хорошо. Она классно передает все эти кадры, она такая живая. У нее звук вроде бы хороший, нет каких-то помехов. Ну, как бы для статической съемки, да, там она не сильно подходит, например, для обзоров красивых. Это же экшн-камера все-таки. Но она стоит денег, и она классная. Мы с ней столько всего снимали, она классно под водой может снимать. Но только чуть-чуть какое-то там освещение не очень. Все, это зернистость, это плохая передача света. Ну, короче, вот это болячка у этой камеры. Ну, как бы от нее не следует ожидать чего-то, она вот такая маленькая, у нее нет какого-то объектива. Вот это вторая наша камера, Canon, да, Mark II, у нее вообще G7X, короче, у нее вообще болячка ужасная со звуком. Мало того, что я там один раз ее упустила в тесто. Не спрашивайте, как, рецепт снимала, она перевесила. У нее звук был плохой тогда, но он у нее испортился до этого. Какие-то кряхтения постоянно в камере были, стуки-стуки такие, тык-тык-тык. И вы постоянно мне об этом писали, говорили, что что-то с камерой не так. У нее такая болячка. Я недавно наткнулась на девочку-блогера, она снимает видео, и я слышу тот же стук, и понимаю, что это вот эта камера. И потом я узнала, что у нее точно такая же. Хотя эта камера тоже дофига бабла стоила, она красиво передает вот освещение, она вечером снимает, но она себя вот изжила. То есть теперь, если на нее снимать, то только что-то без звука. Вот так. Пока что камеру новую купить нет возможности, потому что если покупать, нужно, скорее всего, покупать новую Canon. Там, да, какое-то новое поколение, чтобы она классно снимала, и не было вот этих проблем со звуком. Не в камере дело, да. И тут вот одна зрительница писала, что дело не в камере, а в контенте. Типа, вы же особо не заморачиваетесь. Одно и то же. Путешествуйте очень редко, Леша весь в работе, мало событий, походов куда-то, движухи мало. Успешные блогеры всегда в движении. У них либо поездки, либо переезды, либо ремонт, либо разборки. И это написала наша постоянная зрительница, тоже не поняла, это было просто так написано или это была какая-то как претензия. Но надеюсь, что это было просто как бы. И мне хотелось сказать, что когда мне пишут про то, что мы редко путешествуем, ну как бы это опять же зависит от финансов. Как бы иногда люди сами такое пишут, что мне приходится говорить о том, что мы не можем себе того позволить. Для того, чтобы путешествие было интересно, нужно взять какие-то деньги, нужно туда, во-первых, добраться, нужно где-то жить, нужно что-то есть, даже если отдыхать очень экономно. Но сейчас вот ну никак с этим. Я бы очень хотела показывать как можно больше поездок, путешествий. Я сама человек, который любит вот эту всю активность с мужем. Ну то есть мне это очень интересно и хотелось бы это давать вам. Но тут же я вспоминаю, мы сто раз снимали Кирилловку, мы снимали Крым, мы снимали Черногорию, Китай, Египет. И когда мы были в Черногории, тоже очень-очень была печальная ситуация, когда мы старались снимать все, абсолютно все, что мы видим, вот все красиво передать, все наши эмоции, что нам нравится, что не нравится. Очень тогда, простите за выражение, обосрали наш отдых и нашу съемку. Мы не могли тогда сразу выкладывать видео, потому что были проблемы с интернетом. Когда выкладывали, многие не смотрели, многие говорили, что мы отдыхаем не так, и то нам не нравится, и то нам не нравится. И короче, реакция была просто, ну, сейчас если открыть эти влоги, то какие-то там вообще непонятные комментарии, дизлайки, ни с чего. Хотя мы честно всегда рассказываем о своем отдыхе. То есть тоже такой печальный пример, как мы отдыхали и как вы классно это смотрели. То же самое вот с какими-то походами куда-то. Ну, сама я реально никуда не хожу. Ну, вы знаете, там в театр, если идти, то с Лешей. В кино то же самое. В кино ничего не снимешь. В театре тоже представление снимать, ну, как бы не очень. Вообще запрещено это все вроде бы как делать. Ну, вот так. И город у нас такой, что мы Хортицу показывали. Вот этот бассейн открылся, я вам его показала. Какие-то кафе, рестораны новые, куда мы ходим, я показываю. Я считаю, что, в принципе, для жизненного канала, влогового, я снимаю, ну, достаточно. И покупки, и обзоры, и кулинария здесь, и что-то по уходу за собой, и какие-то истории жизни. Я считаю, что я все, что могу, я вам даю реально. Вот иногда даже больше, иногда чем-то делюсь вот таким сокровенным. Но люди все-таки считают, что я не напрягаюсь и не заморачиваюсь. Вот это меня, конечно, расстроило, потому что я реально в канал вкладываю душу. Я стараюсь над картинкой, стараюсь над названиями, над описаниями. Стараюсь никого не обижать, никого не обсуждать. И сейчас я очень отличаюсь от той, которая была в начале своего пути. Поэтому я надеюсь, что не большинство так думает, что я не снимаю что-то, ну, интересное, да, там, путешествие. Потому что я просто не заморачиваюсь. Просто когда я смогу выйти на новый уровень финансовый какой-нибудь, когда-нибудь, то, естественно, все будет иначе. Просто живем на обычную зарплату и живем, как обычные люди. Ну, и я думаю, что за это нас многие смотрят. Когда будет возможность что-то показать вам, конечно же, я ее не упущу и покажу. Вот тут. Но какой вы хотите прогресс, если Леша связан с работой и не особо участвует в съемках? Поэтому многие блогеры уходят с работы, чтобы чаще иметь обстановку и было что снимать. Это вообще жесть. Я не понимаю. Ну, мы живем, опять же, повторюсь, как обычные люди. И мы не можем взять и Лешу вытащить с работы, чтобы развивать круто канал. И то не факт, что он будет развиваться, потому что очень тяжело это. Он связан с семейным бизнесом, и под него очень многое подвязано. То есть человек не может просто взять и уйти оттуда. Хотя когда-то мы об этом думали, но он сейчас так повяз в этой работе, что, ну, пока это просто нереально. То есть вывожу я на себе канал. Хотя хотелось бы, чтобы у нас больше, конечно, фигурировало двое. Как канал, в принципе, и называется. И раз вы себе этого всего не можете позволить, то до этих 100 тысяч можно не год-два идти, а все пять. Я сказала про год-два в прошлом видео, потому что я знаю, какой у нас прирост. Есть такое понятие, как стабильность. Например, стабильно ко мне в день приходят 10 подписчиков или в месяц 100, да. Я знаю этот прирост, он не меняется. И я сказала это, ну, как бы подкрепляя вот этим всем. То есть через 2-3 года, по идее, должно быть 100 тысяч подписчиков, если ничего не изменится. Ни хуже, ни лучше. Если, конечно, лучше, так, было бы здорово. Нужно что-то разнообразить. Мне, например, нравится, когда снимаешь часть блога ты, а часть Леши. Это была хорошая идея, но опять же камеры теперь второй нет. И подготовил бы, например, для тебя Леша романтическое свидание в необычном месте, к примеру. Это же так интересно получается. Мне надо прийти ему и сказать, Леша, давай ты устроишь какой-то внезапный сюрприз. Потому что это надо для контента, вообще пипец, нам нечего снимать, нечего людям смотреть. Это либо человек сам хочет это сделать и делает, и это реально настоящее событие, искреннее. Либо он этого не делает и об этом не просит. Но я не могу как бы все выдумывать ради контента. Я стараюсь снимать максимально реально. Вот никаких вот этих вот всех постанов и прочего. Тут тоже эта женщина опять же написала, что люди смотрят либо путешествия, либо ремонты, либо трэшак. Но по поводу трэшака, я думаю, всем давно уже понятно, что я не из тех людей. Я не буду себя корчить дурочку и психопатку для того, чтобы собрать денег, для того, чтобы собрать аудиторию. Для меня важна моя репутация и то, как я выгляжу в глазах знакомых, своей семьи. И для меня все-таки деньги пахнут. Так что вот так. Не то, чтобы я оправдывалась. Просто я хочу, чтобы вы понимали, что я все-таки вкладываю душу в канал. И очень много чего мы снимали. Очень много через что мы прошли. И я думаю, что еще пройдем. И пусть лучше медленно, но уверенно канал будет расти вот так. Пока наша жизнь такая, наши и видео такие. Не подумайте, что я сейчас зло как-то сказала. Это просто вот у меня мысли накопились. Я что-то об этом задумалась и решила с вами поделиться. Потому что иногда хочется чем-то поделиться. В общем, спасибо, что сегодня смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. До новых встреч.